Расширение научного диалога. Третья международная научная конференция «Беларусь в контексте европейской истории. Личность, общество, государство» проходит в ГРГУ имени Янки Купалы. Научная конференция предлагает участникам возможность обмена актуальными исследованиями, идеями и опытом работы в области исторических и социальных наук. В Купалавском университете сегодня проводится важное событие. Третья международная конференция «Беларусь в контексте европейской истории. Личность, общество, государство». Конференция стала традиционной. Мы впервые ее провели в 2019 году, когда еще страна отмечала год Малой Родины. А сегодня мы проводим конференцию в Год мира и созидания. На конференцию приглашены и собрались представители научной общественности не только Беларуси, но и Российской Федерации и Венгерской Республики. 109 участников на конференции. Будут обсуждаться важные вопросы, прежде всего, вопросы политической истории, социально-экономической истории, конечно же, вопросы культурно-конфессионального развития беларусского общества и не только. Хочу отметить, что программа конференции в этом году отмечена круглым столом, посвященным 100-летию Коммунистической партии Западной Беларуси. Присутствует главный редактор беларусского историчного часописа Александр Александрович Корзюк и также учителя, которые принимали участие в подготовке материалов по 100-летию Коммунистической партии Западной Беларуси. Ректор Купаловского университета Ирина Китурка отметила значимость конференции в развитии исторических научных исследований. Она подчеркнула, что такие мероприятия являются важной площадкой для обмена опытом, обсуждения новых идей и создания партнерских отношений, способствующих развитию науки и образования. Символично, что во время торжественной церемонии открытия конференции был подписан договор о сотрудничестве между ГРГУ имени Янки Купалы и Институтом Российской Истории РАН. Что касается конференции, то, собственно, она будет посвящена теме Беларуси в контексте европейской истории. И это очень важная тема, очень связанная с нашими исследованиями по российской истории. И я сегодня буду говорить о сотрудничестве российских и белорусских историков в последние годы и о перспективах нашего сотрудничества. Договор, который мы действительно сегодня собираемся подписать, касается очень широкого спектра научного сотрудничества. Это и обмен студентами с аспирантами, стажировки преподавателей, участие в конференциях научных, это и сотрудничество по линии молодых ученых, особенно мы хотим это продвигать. У нас действует в Институте Совет молодых ученых, я, насколько понимаю, и в университете Янки Купалы такой есть. Вот, чтобы молодых ученых ближе друг к другу познакомить, это одна из целей нашего научного сотрудничества. Повторяю, это и с публикацией исторических документов, и подготовка совместных научных трудов, коллективных монографий, это самый широкий спектр научного сотрудничества. Вот, что касается его, наш новый договор. Конференция предполагает пять тематических секций, где каждый из участников продемонстрирует результаты своей научной деятельности. Третья международная научная конференция «Беларусь в контексте европейской истории. Личность, общество, государство» является важным событием в научной жизни Беларуси и международного сообщества и способствует расширению научного диалога, обмену знаниями и опытом, а также укреплению международного научного сотрудничества.